Здравствуйте, с вами Ольга Макуси, ведущая менеджер по подбору персонала компании Роско. Любая должность предполагает наличие у сотрудника определенных навыков. Чтобы найти подходящих специалистов, HR часто используют карты компетенций. Рассказываем, что это такое и как применить на практике. Что такое карта компетенции? Сотрудники сталкиваются с широким спектром профессиональных задач, которые нужно выполнять качественно и в срок. Для каждого вида работ требуется определенный комплекс знаний, навыков и личностных качеств, сформированных моделей поведения. Это и есть пресловутая компетенция. Карта компетенции – матрица компетенции или профессиональный портрет. Это набор знаний и навыков сотрудника, которые нужны работодателю для решения конкретных бизнес-задач. Недаром образовательные компании выстраивают целые системы компетенций для профессий, чтобы на их основе спроектировать оптимальные программы обучения. Таким же инструментом пользуются HR. Зачем нужны карты компетенций? Карта компетенций – один из важнейших инструментов, с помощью которых HR выстраивает работу по развитию кадрового потенциала. Такой документ помогает определить самое слабое взяло в коллективе, которое нуждается в развитии или в замене. Карта компетенции может включать разные типы поведения и социальные роли, например, умение работать в команде, креативность, целеустремленность, клиентоориентированность. Для каждой должности можно предусмотреть конкретный перечень навыков, на которые стоит ориентироваться при подборе и обучении кадров. Об интересной статистике по данному вопросу расскажет специалист по связям с общественностью компании «Роско» Ксения Яснова. По данным опроса, проведенного ХХРУ в 2020 году, работодатели ценят больше всего такие навыки, как умение работать в команде – 8,9 баллов из 10, гибкость и способность оказывать услуги клиентов – по 8,5 из 10 каждый. Карта компетенций помогает в оценке соискателей без многократного составления профиля должности, требования обязательных профессиональных и личностных качеств. С помощью матрицы компетенций можно не только найти подходящего соискателя, но и более эффективно использовать имеющийся кадровый потенциал. Инструмент помогает выявить сильные и слабые стороны бизнес-процессов, составить релевантные должностные инструкции, получить ценные данные для разработки системы мотивации с привязкой к конкретным KPI, оптимизировать процесс найма кадров с учетом потребностей компаний. Карты компетенций весьма популярны на Западе. Работодатели в России сосредоточены на поиске готовых кадров, и лишь часть компаний предпочитают выращивать собственных специалистов, инвестировать в развитие их потенциала. А зря, ведь подобный подход себя оправдывает. Найти человека с горящими глазами бывает очень непросто. Кадровый консалтинг – это не просто подбор персонала, а комплексная работа по всем сферам трудовых отношений. Для получения помощи специалистов компании Роско позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Специалист выполняет следующие действия. Первое – описывает рабочий процесс в общем и разбивает его на отдельные задачи. Второе – составляет порядок действий под задачи. Третье – определяет перечень общих знаний, которые потребуются кадру для решения по задачи. Четвертое – определяет перечень узкоспециализированных знаний в конкретной деятельности, так называемых hard skills. Пятое – составляет список инструментов и средств, необходимых для реализации по задачи. Шестое – определяет перечень конкретных навыков и способностей. На заключительном этапе определяются гибкие навыки и способности, которые помогут более эффективно выполнить работу. Важно, чтобы сотрудник имел работать не по заранее подготовленному алгоритму, скрипту, а действовать в адекватной ситуации. Речь идет о развитии мягких навыков. К soft skills можно отнести организованность, любознательность, способность к планированию и т.д. При составлении карты компетенции необходимо ответить на три ключевых вопроса. Что создает сотрудник? Как и с кем он взаимодействует? Какие задачи он решает? Чтобы сотрудник начал работать сразу после обучения, ему необходимо объяснить, как устроена корпоративная система, какое место он в ней занимает, и в решении каких профессиональных задач он будет вовлечен. Карту компетенции нельзя составлять, исходя только из общего описания вакансии. В таких описаниях могут содержаться лишние или абстрактные требования. Стоит подойти к вопросу с умом, почитать аналитические статьи и обзоры, получить обратную связь от экспертов, изучить документы в рабочих процессах. Таким образом, карта компетенции помогает составить полный маршрут действий, от старта обучения до овладения сотрудниками всеми навыками. При этом желательно основываться не только на собственном опыте, но и узнавать мнения руководителей разных отделов. При условии корректного составления карта компетенции работодатель получит подходящих сотрудников, а текучесть кадров снизится. Рада, что вы досмотрели видео до конца. С вами была Ольга Макусий. Если у вас остались вопросы после просмотра видео, смело пишите их в комментариях к нему. Юристы компании Роско с удовольствием на них ответят. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будьте в курсе и будьте с Роско. Редактор субтитров А.Семкин